Гимнастрада – это полет не только спортивной, но и творческой мысли. Здесь даже костюмы гимнасток отличаются от классических, как небо и земля. Победители областной гимнастрады, участницы команды-летчицы, так вжились в образ, что шлемофоны оказались у них не бутафорские, а оригинальные 80-х годов выпуска. Тренер Наталья Скопинцева уверена, новые соревнования – это большой вклад в развитие спорта, как массового, так и высоких достижений. Гимнастрады – это шоу. Шоу, фестиваль, танец, спорт. Все совместно идет здесь синтез такой. И костюм уже зависит от того образа, от того музыкального сопровождения, от той постановки, которая будет задумана хореографом, постановщиком. В Самарской области эти соревнования проходят впервые, но уже пользуются популярностью. Выступали более 104 коллективов в нашей области. Начиная со школы, заканчивая детскими садами. Были отобраны лучшие участники, которые будут принимать участие в финальной части, которая пройдет у нас. И лучшие коллективы будут направлены в Москву, на финальную часть соревнований. И далее будет сформирована сборная команда России, которая отправится на, скажем так, в международную арену, где будет защищать честь страны. Оценивала финалистов компетентной жюри. Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, главный судья гимнастрады Ольга Капранова довольна уровнем подготовки юных спортсменов. Перспективно. Есть очень много талантливых девочек. У вас очень хорошие и талантливые тренеры. И постоянно гимнастки из Самары попадают в сборную команду России и уже могут защищать честь нашей страны. Мне очень понравилось. Я думаю, что потенциал есть. И каждая команда, конечно, достойна самой высшей похвалы. Гимнастрад объединяет три направления. Общая гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный марафон. И везде определяется команда чемпион. Три победителя поедут в июне в Москву на общероссийский финал. В Самарской области самый крутой, самый крутой региональный этап. Мне звонили, я еще в Москве была, мне звонили из деревень тренеры и говорили, мы будем участвовать обязательно и как нам это сделать. Я подсказывала, что нужно обратиться именно сюда, в региональный этап. Инициировал проведение гимнастрады в Самарской области губернатор Дмитрий Азаров. Первый турнир прошел на высоком организационном и спортивном уровне, отметили почетные гости соревнований. Это мотивация для ребят, которые сейчас остаются вне активного образа жизни, вне спорта, вне танца. Ведь в гимнастраде на самом деле соединяются очень многие элементы, которые, на мой взгляд, отвечают сегодняшним потребностям, мировоззрению сегодняшней молодежи. Это интересное начинание и оно у нас стартовало успешно. Мы вот сумели всколыхнуть всю нашу спортивную танцующую общественность. Теперь самарским гимнастам и танцорам нужно доказать свою состоятельность на всероссийском турнире и попасть в национальную сборную и выступить на международной гимнастраде. Она пройдет в 2023 году в Амстердаме. А в 2024-м Россия планирует подать заявку на проведение турнира в нашей стране. Если все получится, то всемирный праздник красоты и спорта пройдет в России в 2027 году. Сергей Кезорки, Николай Пифанов, События.